Там, короче, клуб открылся, метро, и там у них такой лысый, и он ходит, и так говорит, эй, ты, иди сюда. В месяц, ага, не получаем, в месяц 100 баксов. Тот говорит, сколько? Два года я туда приезжал, просто для того, чтобы услышать, пошел. Ну, короче, пылесос «Самсунг» был лучший, я был лучший, и тогда лучшим был мэр Владимир Вячеславович Карпунов. Скамите? Да, да, наружу, посмотрите, скамите. Если у вас какая-то харизма, я говорю, да. Уберите руки, я не могу, я не хочу, блин. Я говорю, фу, фу, гасно, гасно. Там такая фраза, надо сказать, слава, а ты как говоришь? А я говорю, слава. Блядь, а в чем разница? Далее, по рукам, бабки отмывать перестали, кино сдохло. Я думал, вот сейчас попрет, блин, я снялся в главной роли, это Мосфильм. И ты потом раз в спектакле играешь. Зрите, говорит, говно такое, блин. Он жив, я говорю, он не просто жив, он играет, блин. Посмотрите, я на себе понял, что это такое. Фильм в интернете. Я брал немного, хотя я вел часто. Хочу попросить прощения у всех, кого я там замучил с порошками, с матрасами. Привет! YouVision у нас сегодня в студии, не знаю, Сережа Погасян. Брат это мой. Вот, знаю этого парня уже фиг знает сколько лет. Столько, наверное, не живут. И на Меднии встретились мы с братом Сергием и поговорили. И он мне такого рассказывал. Если он сейчас половину расскажет вот это на камеру о своих фестивалях в российском кинематографе, вообще, что у нас происходит, это, если честно, будет бомба. А потом я еще, знаете, что подумал? Что вот в результате вот той беседы, Сереж, ты ведь у нас в последнее время очень много говорилось, вот, и говорится, как только наш земляк добивается каких-то очень серьезных, каких-то заметных достижений на Западе, в России, это начинают орать все из каждого утюга. Ну, наш земляк достиг уже в России столько-столько-столько всего, и об этом вообще толком никто не знает, об этом не говорят. И я хочу с этим, Серега, покончить как с половой безграмотностью, потому что после этого интервью они вообще все поймут, что ты делал в 5 лет. Итак, у нас сегодня в студии народный артист Республики Казахстан. Я правильно говорю? Нет, я просто артист. Просто артист? Нет, ну подожди, там же, ну тебе дали же это. Мне дали вот эту ксиву. Ну, что написано? Лауреат государственной премии. Лауреат государственной премии Республики Казахстан Сергей Погосян, брат мой, товарищ, серега. Медали у меня есть. Медали, а что ты сегодня без медали-то пришел? Ты как лох, мой, Серега, без медали. Я еще думал, шарфик одеть, что ли, надо было медаль одеть. Шарфик одел. Да, 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 да. Я попадаю в метро. Серега, они еще на меня в интернете наезжают. У меня отписали, что такие кулаки лысые, здоровые. Культурно себя веду в интернете по сравнению с тем, что было. Я же тогда выпивал еще и правда ебать мог. Не, ну я, собственно говоря, я не попадал, слава богу, под раздачу. И вот я прихожу и вижу нервы, что такое. Погосян? Я говорю, да, да, здравствуйте. Что, тебя наняли? Да, да, да. Проходи, это да. Не, но как бы быдлообраз, это у меня, собственно, моя вторая фаста. Я не подумал о быдлообразе, я подумал сразу о Голливуде. Не, я о нем всегда думаю. Мне в нем очень комфортно на самом деле, понимаете? Вот люди не понимают, что в образе быдла, на самом деле, всегда легко и приятно. Это вот рафинированным интеллигентом, блядь, тяжело жить. А быдлом по сегодняшним временам, это просто рок-н-ролл. Ну мы сейчас с тобой тогда говорили, вот шло такое быдло, пытались сдавать определение. Быдло это, прежде всего, поступки. Вот по твоим поступкам, я не могу сказать, что это быдло. Спасибо, Сергей. Понимаешь? Ну знаешь, Сергей. Нет, я просто объясню, потому что я сам эксплуатирую образ такой, да? То есть, если ты по жизни быдло, то я по жизни дурак тогда получается. То есть, такой... Ха! Счастливый ебанушка. Это человек, который веселый. Да, да. То есть, человек, который веселый. То есть, ему как кирпич на голову упал, он так веселится, ему хорошо. Хотя, на самом деле, и пробиваем я, то есть, и я реагирую на какие-то такие, знаешь, когда там вдруг ты узнаешь, что тебе кто-то что-то сказал. Причем это очень далеко от того, что на самом деле происходит. И первое ощущение... Вот в последнее время говорят, что тебя в Алма-Ате никогда нету. Да, вот это тоже. Это прикольно. Это прикольно. Значит, я, значит, когда заточился на то, что мне нужно сниматься там, значит, я взялся самую высокую планку. То есть, ну где можно начать сниматься? Только в Москве. Ну, я понимаю, что Голливуд это практически невозможно, потому что я не знаю английский. И я смотрю на действительно звезд, вот сколько лет потратил Машков, чтобы сейчас, допустим, в той же самой миссии невыполнимо по-актерски ассистировать, значит, главному герою. То есть, как бы он потратил на это, хотя и это не просто актеры, это актерище, то есть замечательный. Слушай, ты мне рассказывал такую феню абсолютно изумительную, что Хабенский, Машков, да, ну вот этот первый дивизион, у них съемочный день стоит 30 тысяч долларов. В США, и ты просто... Нет, Слава, почему? Нет, это вполне может быть. То есть, это вполне может быть, потому что... Народ, 30 тысяч долларов США один съемочный день. Хрен его все не артисты. Нет, но самое интересное, если ты узнаешь, сколько там съемочный день, то есть, когда ты начинаешь говорить с московского, вот когда ты начинаешь говорить с алматинскими актерами, они начинают говорить, а что у нас вот в Москве, да, блин, пришли. Слушай, а у нас есть вот эти алматинские актеры, а где они, блин, вообще, Серега? Вот я тебя знаю одного, понимаешь? Нет, вот поджим. Слава, подожди, я у тебя банкет вел, понимаешь? А, поэтому ты, нет, поэтому мы с тобой скинтовались, понимаешь? Но если бы ты ходил по театрам, там, если бы ты ходил по, я не знаю, по киностудии, у нас это все есть, но я, 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 я сейчас закончу, мы, то есть наши говорят, да что, блин, в Москве, прикинь, вот там, блин, съемочный день стоит, там, тысячу, полторы, три тысячи баксов, это не то, что там у нас 500, там, или 50, там, или едой. Да, да, или едой, там, типа, да. Поджимайся, еду. Это, знаешь, это есть такая мулька, я не знаю, вранье это или нет, но это мулька, я не хочу сказать, что это правда, вот, вы как бы сами думаете. Мы устроим тут, блядь, бинда, блядь. Когда Голливуд, когда Голливуд приехал сюда, когда Голливуд приехал сюда, слушай, Славка, в этот самый, значит, снимать кочевников, там были наши художники, все, знаешь, это самое. И вот был американский этот вот самый главный там. Деказка, блядь. Не, 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 это актер, а это вот из администраторов, из художников, и он их все гонял, какого черта вы лежите, блин, давайте туда, сюда, ля-ля-ля, такие деньги получайте. И один наш говорит, ага, какие деньги, ну сколько вы получаете? Он говорит, 100 баксов, он говорит, ну блин, 100 баксов в день, нормально же, блин, что вы ни хрена не работаете? Он говорит, в год, блядь. Он говорит, в месяц, ага, мы получаем в месяц 100 баксов. Тот говорит, сколько? И он вообще перестал их гонять, и наоборот, говорит, ребята, сейчас там еду привезу. Он на них заботится. Да, 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 типа, он вообще перестал, то есть какие-то эти там, типа, делай то, делай это. Не, не, просто отдыхай, отдыхай, 100 баксов. Я не знаю, может это будет. Вот мы сейчас стебанули, а давай вот чуть-чуть сейчас маленькая такая серьезная краска, смотри, ты добился всех мыслимых, немыслимых. Подожди, Слава. Даже спокойно, ну я тебя не хочу канонизировать еще. Не, ну просто, видишь, добился что-то конечное. Не, не, спокойно, подожди, ну дай мысли закончить, погоди. Сори, сори, брат. Прости. У нас культурная программа, что ты меня сбиваешь? Да, 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 закури, блядь. Вот, этот, смотри, государственные премии, вот, самый дорогой ведущий на корпоративном, да, допустим, нет, спокойно, уже нет, ну ты почаще в страну приезжай, оно помогает, потому что нет, спокойно. Вот, все роли в театре, какие, собственно, надо. Ну да, вот здесь не обездолен. То есть, да, ну, и вот человек встает, это был в каком возрасте, это Тотмова Татьяна? Я получил в 33 года. В 33 года государственную премию получает, и он совершает абсолютно нелогичный поступок, вот, как бы, по мнению многих. Хотя, вот я тебя сейчас, я вот начинаю тебя уже, прям, как бы, понимать, он собирает вот этот кожаный чемодан и чешет в Россию, где, по большому счету, он никто, это тут, по Госян, звезда из каждого утюга на каждой картинке. По-всякому никто. Вот расскажи, вот это вот интересно, потому что это странные вещи. Славка, ты понимаешь, на самом деле, меня этому научили братья-бизнесмены, у которых я работал и подрабатывал, да, то есть, вот эти все корпоративы, все вот эти вот какие-то, то есть, ты невольно начинаешь с людьми говорить. И вдруг ты понимаешь, я, во-первых, не в смысле, что я прогибаюсь там сейчас по одних, да, но я понял, что это люди, которые достойны уважения, понимаешь? Ну, почему нет? Вот как, допустим, принято, да, сказать, говорить, то есть, типа, какой он бизнесмен? Он, блин, в свое время в лихие 90-е приватизировал завод, да? Да. Да он его украл, если не сказать так, как говорят обычно, да, латом, да? Или там банк, да? Но, с другой стороны, очень много было людей, которые могли бы это сделать, да? Так ведь вышку же могли дать за это, понимаешь? Он же мог получить, там, я не знаю, 20-30 лет. Я украл, ему же еще ума дать надо. Не украл, а именно взял на себя ответственность, то есть, он сказал, короче, это мое, да, я за это отвечаю. И при этом же, он же выдержал, там, бандитов, которые наезжали, да? Он вывел этот завод, не дал ему развалиться и так далее. Пару тысяч душ кормят, да, 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 да. То есть, это люди, которые, прежде всего, достойны, как минимум, уважения, да? И вот, если языком бизнеса говорить, вот представь себе, у тебя был бы в какой-нибудь деревне комок. Не хочу обидеть Алмату, не хочу обидеть Казахстан, да? Вот ты как бизнесмен, да? Ты прекрасно, нет, слушай, допустим, какого-то аула, да? Хорошо, вот у тебя есть комок в ауле, да? Ты знаешь, что максимум, что ты снимешь с этого, этого сам, дивидендов, я имею в виду по бабкам, да? Это 500 баксов, допустим, в месяц. Больше, в этом, нет, нет, именно прибыли, да? Больше ты там, ничего, и тогда ты перебираешься в областной центр, да? Там у тебя свой потолок, потом в Алмату, там у тебя свой потолок. Дальше ты выходишь на международный бизнес, дальше, в смысле, там, на ЛСНГовске, да? Дальше тебя два комка, да. Один в Алмате, один в Житомер, ты понимаешь, да? Дальше ты начинаешь играть на бирже уже с миром. То есть ты как бы постоянно растешь и увеличиваешь количество, я не знаю, там, людей, которые тебя... Как красивая аналогия, Сергей. Ну, так он и это. Не, ну, я ничего, до кого-то не готова. То есть, когда я получил, допустим, государственную премию, Это совпало с тем, что это давало правительство И давали умные люди, которые разбираются в театре Правительство и умные люди дали мне государственную премию Народ В этот момент я стал лучшим актером 2002 года Это был выбор года Знаешь, я лучший пылесос, по-моему, Самсунг был Лучший актер я был И еще какая-то фигня, понимаешь? Я не люблю, блядь Мы сейчас, блядь, что добро запишут Я пылесос Самсунг Короче, пылесос Самсунг был лучше Я был лучше И тогда лучшим был мэр Владимир Вячеславович Харпунов То есть это в то время это все было То есть Харпунов, Самсунг Самсунг, тизер, пожалуйста И Харпунов Ну что, один бренд куда-то уехал На международный уровень все нормально Все нормально Нет, я не истебаюсь Я очень много добрат этого человека видел в свое время Поэтому как бы Как ни крути Международный уровень Я понимаю, нет, я имел ввиду другое И я понял, что мне нужно Мне нужно вот Попробовать поставить какую-то планку еще Потому что иначе можно было уже Ну, скажем так Начать двигаться по горизонтали, понимаешь? Лево, право, а потом да Но на самом деле это именно Вот именно А потом вниз Идешь И мне нужно было что-то За что бы И я начал ездить с 2003 года Я начал ездить в Москву Два года я туда приезжал Просто для того, чтобы услышать Пошел Ровно два года Слушайте, упрямо себе Надо сдать должное Я закончился Я думаю, что за фиг я вообще У меня же звезда Я звезда Я звезда Я приезжаю Зарабатываю деньги Покупаю билет Приезжаю Занимаю честную очередь Там отстаиваю ее Прихожу Кто такой? Погосят Откуда? Из Алматы Пошел Разворачиваешься, уходишь И так два года Потом совершенно случайно Я, значит, попал на телевидение На РЕН-ТВ И тогда я познакомился С Тимой Родригесом Который еще не был так популярен Который еще не был Резидент Камеди Да, Резидент Камеди Вот нормально Вот Погося Не, вот просто Где наши журналисты, бля Вот Погося у нас тусуются с Родригесами У него в кентах Он снимается в последнем фильме Безрукова Об этом никто не знает, бля В это время спокойно Наш кинематограф Полтора которого Снимает какую-то шкнягу Блин, понимаешь И мы о ней кричим Вот меня обидно задержало Если честно Понимаете У нас вот Наш земляк, бля Родригес и Кент Ага, Акент Родригес Он просто снимался с Безруковым Он еще и Кент Родригеса Когда тот еще был Тимуром Керимовым Да Давай про Родригеса И на первый Камеди Клаб Я тоже попадал В свое время Когда они еще были В ресторане Ять Вот Тоже за еду хуйня Да, да У вас там туса была У всех захавчиков Я тоже проходил С Камеди Да, да Нароже Посмотрите С Камеди А этот Ну-ну И Ну-ну Да Два года посылали Я начал работать на РЕН-ТВ Да Значит Режиссером был Дин Мохаммадинов Который Презентации Привет Еще Почему-то было молчание Видимо из них никто не кончал бабочкой Не, не, я просто твиттер наверное не читаю Наверное Да Ну так вот Значит Я остановился на том Что Потом С РЕН-ТВ Я совершенно случайно Ну это видишь Опять же Вот Как случайно Серега Ты два года пороги обивал Это уже Статистика Не случайно Это уже начала Сметана случаться То есть Махали лапками В крынке Где там случайно Ни хрена себе Два года нахер посылали Потом у него случайно Серега Не случайно Ты просто уже Они сказали Надо взять Погася нам В кино Потому что Ну Иначе он вас просто Заебет Давайте его возьмем Ладно Нет Ну Либо возьмем Либо взорвем его самолетом Когда он полетит на РЕН-ТВ Но они решили Что взять дешевле А что ты рассказывал Что армяне Больше всего мочат Блин В России Вот интересно Вот ты понимаешь Я Значит Это вообще целая такая Знаешь Целая история Когда По большому счету Да и по мелкому тоже Мы же провинциалы Все здесь Да И я как бы До сих пор провинциал То есть Вот я Раз смотрю Какой-нибудь фильм Такой классный Где человек поверил В сказку Да И раз Это все Перед ним Раскрылось Чудо произошло Да И я начинаю Думать Блин Вот такой человек Он не может Меня послать нахер Вот остальные Не могут А этот он не может Я туда иду Там трачу Я не знаю Там несколько месяцев Чтобы наконец Открыть эту дверь И говорю Здравствуйте Вы же сняли Вот этот фильм А я Практически персонаж Из этого фильма Вот помните У вас там в фильме Произошло чудо Пошел Извините Значит Или у меня был прикол Такой Значит Мне говорят Старик Ну что ты Блин Надо ходить По Мосфильму Вот просто ходишь Любой кабинет Открываешь И говоришь Здравствуйте Я вот актер Ля-ля-ля Тебя конечно Будут посылать Но блин Я не знаю Там сто кабинетов Тебя пошлют И тебя блин В одном Тебя возьмут Я говорю Сколько кабинетов Ну где-то пятьсот На Мосфильме Я думаю Бля Меня возьмут Пять вещей Вот я значит Тук-тук-тук Здрась Пошел Вот Спасибо Друг-друг Извините Вам не нужны Закройте дверь И вдруг Раз Какая-то там Дверь Десятая Или двенадцатая Я еще Добыл моложе Симпатичнее Говорю Здрасьте Вам актеры Не нужны Ответ Хорошие Нужны Я говорю О здрасьте Я знаете Я вот актер Я Ну я Не просто актер Я там Десять лет Работал в театре И работаю тоже У меня вот есть Портфоль Ну проходите Садитесь В голову Человек Ну и че Я говорю Вот я вам сейчас Хочу показать Да не надо показывать Че-то ты меня пугаешься Геем Каким-то попал Ха-ха-ха Хоть все Да, согласились А у меня еще Мысль такая Я думаю Блин, классно Всего там Двадцатая дверь Открылась Я прям увидел Эту ситуацию Я сразу вспомнил Вот это Понимаешь Да простят меня Что я всту Упоминаю Типа стучитесь Да вам откроют Я думаю Вот открыт И вдруг Я понимаю Что ты гей Понимаешь Ну может мы встретимся С вами В какой-нибудь Интитивной Уберите руки Я не могу Я не хочу Блин Я уже Тьфу Гадство Гадство Лучше нахер В том числе В том числе Мне говорят Тебе надо Я вот понял Что ты прям Мне передал Все-таки Ты актер Хороший Я вот сейчас Прям почувствовал Только ты не уходи С интервью Пошел вон Уди Кстати Уди Противный Уди Короче Вот такое было В жизни Значит А что касается Диаспоры Мне говорят Тебе нужно Пойти Ты же армянин Я говорю Ну да Тебе надо Прямо к армянам Прямо сказать Ребята Я армянин И что Ну они сейчас Все захватили Все кино Там в России Ну мне говорили Люди Там же они армяне Ты блин брат Тебе надо идти Просто Я значит Открываю Здрасте Я армянин И что Я говорю Ну вот просто Я хотел сказать Что Нет Там ХС Да нет Там Московская И что Сразу Так Несторожно И что Короче Знаешь Я Это удивительно Но Я вот На себе Понял Я вот Когда смотрю Вот эти фильмы Как там Про овенциалы Приезжают В Москву Я вот У меня Прямо Оказывается Эти фильмы Не врут Я думал Что это Такая сказка О том Что вот Человека Единственное Что у меня пока Я не могу сказать Что счастливый конец Я уже в короне Там где-то На троне Не Ну вот Ты недавно Говорил Право Как артисты Из Москвы Понимаешь То есть Как бы Агент Который у меня есть Который слава богу Сейчас появился Да Он не Как бы Он не выдает Всех этих Он сечет Вот эту вот мульку И он говорит Не надо говорить Что ты из Казахстана Потому что Ты должен говорить Я из Москвы Все Потому что Есть Вот такой бренд Если ты актер Из Москвы Тебе начинают говорить Вот все-таки В Москве Удивительные актеры Вот вы знаете Мы вот всегда Любим Чтобы в наших фильмах Ну во-первых Мы богатые организации Мы себе позволили Да Два-три москвича Вот Есть у вас Какая-то харизма Я говорю Да Вот Вот видно Это такая Московская Сам думаю Блин Дети лейтенанта Шмидта То есть Как бы Жизнь такая Что Жизнь такая Что Нет Ну ты говорила Они еще боятся Вот классно Сказал тебе один Боятся Я объясню Потому что Он сказал Ну ни для кого Не секрет Что кино И криминалы Они как бы Вместе ходят Да Для меня это секрет Нет Это не секрет Слав То есть Больше того Может быть Я не совсем прав Но вот Муссолини Очень любил Кино Это фашистский Лидер Итали Нет Кто такой Муссолини Вот И он очень любил Кино И Гитлер очень любил Кино И они создали Такую структуру Ну у немцев Ничего не получилось Гитлерфильм 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 Ну у немцев Ничего не получилось Туда пришел Прости господи Казахстан Не могу Казахстан Казахстан Прости господи Казахстан Ну в общем Этот самый В общем У немцев Ничего не получилось Туда пришел Мосфильм И сделал там Киностудию Дефа Вообще Жизнь Значит, у итальянцев очень долго получалось это, и были итальянские фильмы, и их практически не разгромили во время победы в Великой Отечественной войне, хотя они воевали на стороне фашистов, и фашистская партия у них была. Но те привилегии, которые им были созданы, они очень долго оставались нетронутыми. И смотри, чего добилась Италия. Мы итальянцев вообще не воспринимаем как врагов. Нам даже в голову не приходит, что итальянцы были на стороне фашистов. Вот когда мы говорим, что мы воевали с фашизмом. Сейчас, Сергей, извините, пожалуйста, у меня дебильная есть привычка перебивать постоянно оппонента. Сейчас я прерву эту политинформацию на минутку. Просто я вот краской сейчас по ходу интервью поделюсь. Вот до чего, зараза, у Погосяна сильная харизма. Вот у меня, знаете, сейчас как? Я сижу, у меня вот четкий такой вот до каждой жилочки образ Сережи. Вот каждая его вот эта вот тенечка, все вот. А по краям все начинает расплываться. Да, да, да. Это у меня, блядь, гипноз уже попернул. Ты правильный сигарет? Нет, нормальный. Да, я сейчас нахожусь, как это, знаете, последний эггдот? Я сейчас нахожусь на уничтожении 7 тонн наркотиков. Ко мне подошел такой милый единорог. Поскольку я вспомнил интервью. Но это не оно. Давай, Сергей, про Муссолини. Ну и вот, слушай, да, вот просто о силе кино и о том, что, значит, что кино очень может... И в том числе и кино было там связано и с криминалом тоже в Италии. Но они настолько сделали массу фильмов интересных, что когда мы говорим, что мы боремся с фашизмом, боролись с фашизмом, мы почему-то всегда представляем себе вот именно немцев. Хотя их на самом деле было больше стран, которые воевали против... Ну да, там и румыны воевали, и японцы воевали. Румыны и японцы... Румына немножко другое, а вот именно фашизм пошел-то из Италии. Ты вот где-то на Беларус-фильме, в каком-то, по-моему, патриотическом фильме переснимался. Давай про кино, подожди. Вот слушай, Слава, и это существовало до годов 80-х или там 85-х. Именно такое отношение кино в Италии. Потом парламент, потом парламенту торкнуло, и они сказали, в конце концов, блин, там бабки моют, там, блин, криминал, давайте примем закон, давайте их ограничим, дадим по рукам, они же отмывают бабки, ля-ля-ля-ля. Дали по рукам, бабки отмывать перестали, кино сдохло. Вот сейчас любой итальянский фильм вспомнишь? Нет. Или французский вспомнишь? Нет. Вот ты понимаешь, я к чему вел-то? Кино соседствует с криминалом. И теневой бизнес так или иначе связан с кино. Если это все убрать, то кино сдохнет, понимаешь? Нет, дохать им, отмывают, отмывают. Если это не Голливуд. Нет, пускай отмывают, а мне, честно сказать, я... А начали же мы с продюсера, Слава. Давай. Вот слушай. И он мне сказал. Я так, по-моему, я тоже что-то покурил неправильно. Нет, нормально, продюсер. Я вам не сказал, что если ты меня кинешь в Москве, у меня есть братки, они тебя найдут, ты придешь и отснимешься. То есть ничего с тобой не есть. Ну, нормально, да. Но если ты меня кинешь... Просто мы руки не будем снимать, которые в двери снимали. Да, да, да. Потому что там будут следы от гвоздей, да? Но если ты меня кинешь и уедешь в Алмату, я ничего не смогу сделать. Потому что если братки мои поедут в Алмату, а ты там вызовешь казахских полицейских, да, то я не знаю, кому звонить, чего там как, да, то это просто будет... Я ничего с тобой... Поэтому мне проще тебя не взять, зная, что ты из Казахстана, да, а проще взять кого-то местного, потому что я точно знаю, что местный меня не кинет. Если кинет, будет наказан. А там бывает и такое, да, что там кто-то кого-то кидает, кто-то уходит в запой и так далее, и так далее. Поэтому мне продюсер, не продюсер, а агент говорит, ты не афишируй, что ты из Алматы. У тебя сразу упадет рейтинг. Ты говори всем, я в Москве, у меня там есть квартира, у меня там есть там работа. Ну, короче, есть что отобрать. Ну, по этой логике. Да, да, да. Ясно. Сяэль, у меня вопрос такой. Тысячи сейчас мальчишек и девчонок, потому что вот мы сейчас будем выходить. Ты, я недавно, кстати, поделюсь, я Погасяна уговорил практически выйти как следует в интернет. То есть... Я же зарегистрировался в Твиттере. О, жесть. Я только не знаю, как искать там, но ты мне потом дашь консультант. Нет, я тебе дам, на кого надо подписываться. Вот представьте, он вот это еще все будет писать. Это очень рожачно. То есть мы... Мне, кстати, эту идею подкинул нерв, что он говорит, вот ты едешь куда-то, ну и напиши, я еду туда-то. Вот ты, допустим, вот у тебя было там, допустим, но это не турне, а, скажем так, Безруков взял меня, чтобы довезти до Алматы гастарбайтера. Мы поехали там, Москва, Астана и потом Алмата, да? Ты об этом напиши. В смысле, ты вот Безруков в одной машине ездишь? Правильно, ты не пиши об этом, ты скрывай, Серега, об этом. Я не только сбил, я и с режиссером, и там была целая группа, которая вообще настоящий Безруков человек, Слава. И я увидел, как происходит вот это вот переживание. Ты же не можешь сказать, что он плохой, тебе же еще в Москву возвращаться, да? Нет, я бы лучше ничего не говорил, если бы он был плохой, но я могу сказать, что он очень классный актер. Нет, ну это мы знаем в смысле. Вот ты понимаешь, Слава? А мы его знаем. И вся беда в том, что даже я видел, как ему было больно, когда вот мы, допустим, были там на презентации в Астане, да? И первое, что пустили, это ролик бригады, понимаешь? Я видел, как его передернуло прям. Да, ну, зэ, вот по моим ощущениям, мне кажется, уже хватит ему передергиваться, да? Ну, брось. После того, как он снимал Есенина, после того, как он сыграл Есенина, вот я считаю, ну, вот другого Есенина не бывает. Правильно. И, понимаешь, и Саша Белый, он уже все в темноте. Да? Ты в меньшинстве. Да, ну, в росте, ну, я не знаю. Большинство людей, знаешь, что я сказал? Чего я сказал? Саша Белый сыграл Есенина. Ну и что бы? Да нет, Безруков сыграл. И Белого замечательно, и Есенина замечательно, и Пушкина, и еще сыграет. И Пушкина сыграл хорошо. Глядь, вот Высоцкого недавно играл тоже там, непонятно, то есть он кого, ну, вот, играл он его, не играл, вот, который майор Высоцкого. Давай чуть-чуть сейчас... Ну, о том, что он играл Высоцкого, есть и в сети тоже, тоже упоминание. Но я, не раскрывая всех карт, мне получить по башке все-таки, ты абсолютно прав, мне что-то возвращаться. Вот-вот, так что, да. Я хочу сказать, что он просто его начинал, когда пародировать, вот это удивительно, он же вообще не похож на Высоцкого, но когда он начинал говорить его голосом и делать его... Он мимику. Мимику, да, я, честно говоря, фонарел, потому что рядом сидел Высоцкий, да, это было удивительно. То есть я тебе хочу сказать, вот, есть люди, которые на пародиях делают себе имя, да, замечательные люди, там, Максим Галкин, да, он сделал себе на пародиях. Он поватный чувак, он знает. Но я тебе хочу сказать, что так, как это делает Безруков, да, я не знаю, сможет ли сделать Галкин или нет, да, потому что он все-таки делает в гротеске Галкин, а Безруков делает Высоцкого именно как Высоцкого, без пережима, без педали, без... То есть просто с тобой рядом начинает быть Высоцкий, и мне аж было странно, что человек настолько... А вот заряжает Серега как-то, я вот, ну, вообще, это неправильный вопрос, я вот сейчас сижу, да, вот мы с тобой недавно, а вообще, как было дело, мы с Серегой как бы пересеклись и... Я посмотрел «Чеснок», я позвонил Славке, говорю, «Славка, давай встретимся, я скучаю». Ну, в хорошем, здоровом смысле это слово, тогда на мосфильме ничего не было, все нормально. Я с ними так и не снялся в их кино. Скажи, Серега, это были твои первые продюсеры, да? Да. Вот, нет, и что вот интересна, мысль какая, что вот я забыл обо всем посреди рабочего дня, я забил на все, и мы сидели вон в шлабском домике, да, то есть, и часа три просто разговаривали, и вот сейчас я чувствую вот эту вот какую-то хорошую, добрую вот эту энергию, понимаешь, и она меня возбуждает, опять же, вот как ты говоришь, хоро... В здоровом смысле, да. Ну, по-моему, видно, что я натуральный, по-моему, я уже не знаю, что такое вот странное. Нет, я все нормально, я не гомофоб. Да-да, спасибо. Так я тоже не гомофоб, да, мы не гомофобы, да, вот. Тут, понимаешь, и идея так, и в чем заключается, что общаясь вот с этими ребятами, ну, это же у них искра божья, вот в случае с безруковым, да, то есть, мне кажется, это все-таки искра, и ее же чувствуется, вот, как бы, и от этого, мне кажется, заряжаешься, и в этот момент ты, как бы, растешь, потому что у тебя вот, касательно поднятия планки, да, ну, вот безруков отходящая поднятая планка, он очень сильный. Ну, ты знаешь, у меня даже, у меня даже вот это все произошло даже раньше, потому что в 2005 году я попал вообще на главную роль. Вот фильм «Продается дача», я играл главную роль, а мою бабушку играла Софико Чаурелли. Значит, моим основным партнером по сцене был Панкратов Черный, там снимался Федор Бондарчук, Ломан Мадянов, Гаркалин, Кравчин. И вот этого никто не знает, потому что Погасян это хорошо скрывает, ну, кто знает, Серега? Ну, почему? Фильмы эти совсем недавно дошли и до Казахстана, его показывали по РТ, вот, под Новый год обычно, может быть, Бог даст, его и в этом году покажут тоже, да? То есть, как бы, и вот я помню, когда я первые несколько дней на съемочной площадке находил, я видел Софико Чаурелли, я ее обожаю, Софико Чаурелли, это был предпоследний ее фильм, где она играла мою бабушку, да? И я когда увидел, я думал, блин, не может быть, это сон. Это, которая играла бабушку у этого, Петрова и Васечкина, она это? Да, артистка? Да, но у меня. Помнишь, у девочки там была бабушка, когда они мельницу штурмовали, вот фильм из нашего детства. Славка, я уже не помню. Ну, окей, так, ну, хор. Ну, Софико Чаурелли, я думаю, ты вырежешь этот вопрос. Нет, да я тупой, в смысле, я, что так бывает, нет, я ее знаю, как и все, понимаешь, я не знаю, как она правильно называлась. Софико Чаурелли, она так и называлась. Вот, и она, я думал, ну не может быть, какая-то сказка, знаешь, вот у меня действительно, и я думал, вот сейчас попрет, блин, я снялся в главной роли, это Мосфильм, это снимала та же контора, которая сняла, Москва слезам не верит, вот, да, 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 это, наверное, стуль, где жанр, да, и там, значит, а моей основной партнершей была Татьяна Яковенко, очень интересная актриса, и мы с ней до сих пор, слава богу, дружим, общаемся, когда я приезжаю, там, в Москву созваниваемся. Ну, то есть, я думал, блин, вот сейчас пойдет это, сейчас попрет, и мне тоже все говорят, сейчас попрет, но после этого, знаешь, такой вакуум, что хуже, вот ты понимаешь, да, и какие-то раз, если я что-то добиваюсь, какие-то эпизоды, я думаю, блин, что, я лох, что ли, потом я начинаю читать о великих, да, Гурченко не снимали, по-моему, 7 лет или 8 лет. Ты понимаешь, после карнавальной ночи, когда она была, и она, и вот, ты понимаешь, что, царство небесное, Людмила Марковна, молодец, да, и это оказывается очень распространено, вот это вот совершенно такое варварское отношение, а люди-то живые, им тяжко, они начинают, благо у меня было куда уйти, да, там, телевидение, в Алма-Ате туда-сюда, там, банкеты, слава богу, дай бог здоровья всем, там, да, по золоте ручку, там, ля-ля-ля-ля, и все вот это, да, Ну, если бы я просто был актером, у меня были бы вот эти яйца в одной корзине, да, они бы уже протухли, потому что, да, жесть, и ничего, а потом ведь просто наступает тупо физическое голодание, понимаешь, у тебя нет денег, ну, сколько там я получил за эту дачу по тем временам, ну, тысяч 10 баксов я получил, да, за два месяца, это круто, но после этого, в 2005-м, на ларек, нет, нет, не на ларек, тут в 2005-м, я помню, какой рок-н-ролл был по баблу, Вот, то есть, ты на прайме, как бы, своих выступлений, да, ты стоил, там, троечок, четверочку, пятерочку, вот, когда вот ты решил покорять Москву, да, то есть, я... Нет, я меньше сто раз, слава. Меньше? Да. Ну, это для друзей меньше. Да нет, ну, сто раз, нет, ну, ты что, какую четверочку, пятерочку? Нет? Нет. Да сейчас вам все, блин, кому не лень уже четверочку, пятерочку, сейчас, что потом, блин, ну, ну, ладно, фикс, нет, пятерочка. Чего отличала финансовая скромность? Серьезно? Я брал немного, хотя и вел часто. Правильно, меня один еще старый, БХС-ник, он меня научил. Я всегда выхожу, вот, кстати, я поделюсь, как многие рукают гришников. Не надо с ними никогда пререкаться, не надо с ними ругаться, надо выходить, как бы, и, ну, немножко, немножко, как бы, с ними тоже шутить. Вот, я им всегда говорю, ребят. А денег нет? Нет, 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 я даю всегда немножко, чуть-чуть, немножко денег, да, когда они удивляются, что так мало, я говорю, ребят, вот, нельзя вот так, хап, 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 хап. Они очень радуются и отпускают меня всегда, понимаешь, потому что, ну, им это близко. То есть, они понимают. Знаете, братан там нервы поехал, да, номер запиши, да, это немного, но часто, да, 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 и по цепочке. Нет, ну, если много дашь, он говорит, все нормально, не останавливайте его, он мой. Ну, как, это же, что, все люди, все человеки. Ну, я понимаю. Просто держать себя в руках немножко, понимаешь, потому что, ну, жадность, она ведет на выходе в бедности, то есть, это однозначно. Я вот всегда тоже как-то стараюсь не жадничать, то есть, вот, я говорю, давайте я больше, вот, когда мне говорят, какой-то, не нравится, который мне гонорар, я говорю, давайте я им бесплатно проведу лучше, вот, потому что чем за лоховские бабки, а лучше бесплатно. У меня тогда, я буду себя чувствовать... Ох, нарвешься, Слава, он скажет, давайте. Ну, да. Нарвешься. Ну, бывает. Ты же все-таки надеешься на ответ, ну, что вы, что вы нас обижаете, хорошо, мы изыщем резервы, да, давайте. Серег, у меня вопрос, а что все артисты у нас имеющиеся, те, которые вот, они имеются, но где-то хорошо спрятаны, потому что я их мало совсем знаю, ну, я как рядовой, как обыватель, да, у меня такой вопрос, а почему, почему вот у нас театр такой вот, какой он есть, да, то есть, ну, после того, как ты видел там хотя бы даже украинский театр, вот тот же драматический театр той же Леси Украинки в Киеве, да, когда ты видел московские театры, да, почему вот у нас, я не знаю, почему нет режиссеров, почему вот, вот почему это, что все в Москву уехали, хорошо, все в Москву уехали, а где они там тогда, или вот как? Славка, ну, ты понимаешь, вот, вот даже, даже вот если посмотреть, как, допустим, наши начинают снимать кино в Алма-Ате, да, то есть они находят бабки на одного-двух московских, а также и в Киеве снимают на одного-двух московских актеров. И думают, что они их вытащат? Они их вытаскивают. На оставшиеся деньги они оплачивают нашим актерам. Понимаешь? Вот мне один актер на полном серьезе говорит, мне позвонили, сказали, мы вам заплатим 50 баксов, но вы будете сниматься с самим Гошей Куценко. Ну, кстати... А что это дает, вот, съемки с самим Гошей Куценко? Ну, не знаю, что дает. Ничего не дает. То есть это не парнуха, я бы снялся тоже. Нет, ну это не парнуха, конечно. Если не парнуха, я бы согласился за пол денег с Гошей посниматься. Знаешь, блин, денег, а я бы как рассуждал... Видишь, Лав, ты живешь на другие. Видишь, если ты живешь на другие деньги, да, не взапы и бесплатно сняться с Гошей Куценко за то, что он потом пойдет и сфотографируется со всей твоей семьей, и это будет висеть у тебя дома. И ты будешь, Гошка, это мой кем-то, звонит постоянно, блин. Да, заебал, да, уже. Типа это, как тот анекдот про уважаемого Тофика, знаешь? Не знаешь, нет? Это такая классика, когда, значит, Софи Лорен приезжает в Баку, и, значит, приходят ребята, говорят, уважаемый Тофик передает вам этот бриллиант. Она открывает там бриллиант немеренный. Говорит, я не понимаю таких подарков. Нет, нет, Тофик сказал, просто так. Он говорит, как просто так? Просто так, просто когда будете уезжать, повернитесь, вот, когда будете на самолет поднять, скажет, Тофик Джам, пока. Она говорит, и все? Так, и все, и все, и все. То есть никакого интима не туда-сюда. Не, 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 что он, что? Уважаемый Тофик, что он, что? И вот, значит, она взяла бриллиант, алчная женщина, поднимается вверх, поворачивает, говорит, Тофик Джам, пока. Эй, вали, вали, достало уже. Нет, ну, в принципе, оно, что, отбилось? Да, бабло отбилось, да. Конкретно такое, понимаете? Вот, и если по этому принципу, то да. Но на самом деле, актеры же живут на эти деньги, и не все же ведут банкеты, и не у всех есть бизнес. У всех там есть рестораны, там, или театры. А сколько актеров в театре платят? Слава, ну, где-то около 600 баксов в месяц. Ты, ну, это еще ничего. То есть это больше, чем тому художнику на 100 баксов? С 100 тысяч тенге, да, получается? Да. Ну да, как на них жить. Нет, Слава, ну просто сдохнешь. Ну, то есть, как бы, не сдохнешь, конечно, не хочу никого обижать, кто... Но, вот ты понимаешь, для меня это получается... Нет, а чеатра нет у нас, скажи мне. Слава, ты понимаешь, в чем дело? Я хочу в театр ходить, блин. Ну так ходи. Че ходи, блин? Почему? Есть масса спектаклей, которые пойдут. Ну, пойдет, не, ну... Пара, Слава, тебе пойдет, правда. Ты не обижайся. Ну, вот есть какие-то спектакли, которые интересные. В Лермонтовском, в Уэзовском, там есть наушники. Пожалуйста, ты можешь смотреть там на русском языке. В тюзах есть. То есть, есть хорошие спектакли, есть эксперименты. Есть, допустим, вот я играл в спектакли, который Ибрагимбеков по пьесе Ибрагимбекова. И он потом приехал, смотрел и курировал этот спектакль. А Ибрагимбеков это пятью лауреат государственной премии Советского Союза. Это великий драматург Ибрагимбеков, который написал практически все сценарии к фильмам раннего Михалкова. То есть, это величина. Круче Ибрагимбекова, я не знаю, кто может быть, из ныне живущих. Понимаешь? И он не просто отдал пьесу режиссеру Игорю Гонопольскому, которую поставил, он еще приехал смотреть, курировать. Он мог сказать, не, ребята, это не пойдет. То есть, считаешь, что у нас нормальный театр, просто я как бык туда не хожу, да? Я не хотел так говорить, но я хотел сказать, что кто ищет, тот всегда найдет. Потому что в Москве театров с дурными спектаклями полно и дурных театров полно. Там просто априори 300 театров. И там каждый человек может... Есть такие столпы, как, допустим, малый театр, да? То есть, они как ставили 100 лет назад, так и ставили. Это я не потому, что хочу подколоть, потому что просто хочу сказать, что ну классный театр. Понимаешь? Вот он ставит так, так. У нас относительно все молодое. Но на первых порах хватит. Потом, конечно, ты скажешь, я все это видел, мне нужно что-то больше. И тогда ты берешь билет там и едешь на какой-нибудь театральный фестиваль. Или едешь просто пошататься по театрам, если там есть банки. А ты понимаешь, я какую краску вот эту... А театры не развиваются, потому что полтора миллиона... То есть нет театральной критики. То есть, да, мало, да, критикесса уехала в Афгик преподавать, правильно? Я бы тоже уехал, если бы я был такой критикессой, чтобы меня в Афгик позвали, правильно? Вот, это понятно. Ну вот, другой вопрос, что это не популяризируется. Это, я считаю, не считается приоритетом. А меж тем, меж тем, это абсолютно замечательная вещь. Потому что я никогда не забуду, с какими глазами люди выходят с настоящего выступления. И спектакль хороший. А если он говно, то люди выходят с другими глазами. И количество... Ты понимаешь, в чем дело? Вот, например, сейчас я вижу, как популяризируется балет. И я вижу, потому что я живу рядом с оперным театром, да, я вижу, что вечером такие крутые машины стоят. Там просто вообще просто можно изучать современный автопром, да, не надо ездить на выставки. То есть это очень крутые люди, которые приехали именно на балет. На балет. Понимаешь, у него колесо стоит столько, сколько получает артист балета. В этой машине. В этой машине. А машина стоит столько, сколько бюджет этого театра, понимаешь? И стоимость спектакля. На два года, блин. Да, да, да. То есть как бы... Но он туда едет, и слава богу, мне хочется сказать, мне даже хочется подойти там ему протереть это. Нет, согласен. Счастье. Спасибо, брат, что приехал. Потому что... Вообще люди, которые этим занимаются, богатые люди, мы вот когда с ним начинаем, они знают, что я актер. Они начинают мне говорить такие вещи, а я был в театре «Глобус». Знаешь, я вот был там, вот я когда был в Лондон, я обязательно иду. То есть вот как бы... Я не могу сказать, что у нас люди тупые. Нет, люди-то при чем? Или что у нас крутые тупые, да? Нет. Нет, наоборот. Не правда. Они когда туда едут, обязательно... Ну, взять же у нас с тобой. Нет, мы не крутые. Да, мы сочувствующие им, да. Просто приезды. Мы сфера обслуживания, в том числе этих людей. Но они как бы, да, обязательно посещение... Серега, молодец, что ты это сказал. А что здесь нет? Сфера обслуживания, да? Нет, как-то нормально. Ну а что, ты даришь людям как бы то, чего у них нет. То есть это хорошо. Хорошо. Каждый сверчок, знай свой шесток. Потому что я вот уже неоднократно говорил, что глупо завидовать богатым людям, потому что у них другие проблемы. Ну, завидовать вообще глупо. Это, это, это. Не, мне когда, вот, допустим, я когда говорю с клиентами, и говорю, там, вот, банкет, там, вот, столько будет стоить. И когда они говорят, можно пойти дешевле? Я говорю, идите в театр. Блин, штука тенге, я там выматываюсь. Как в последний раз, да. Ты в четыре раза сильнее, чем на банкете. Идите в театр. Они думают, что я издеваю. Ладно, Сергей, чего вы, блин, про? Чего ты обижаешься? Чего ты, блин, да? Молодежи, скажи, что делать, Сергей. В каком плане? А я тебе объясню. Мальчика, девочку, вот сейчас, они под впечатлением твоего Куражова абсолютно замечательного. Сегодня здесь. Конечно, штурмуют, Слава. Однозначно, надо штурмовать. Потому что вот я тормознул лет на 10, на 15, да? Мне их вот так сейчас не их... Раньше надо было делать это. Надо было это делать, надо было это делать сразу. Вот ты хочешь стать артистом, да? Вот ты, блин, вот ты хочешь купить, допустим, телефон, да? Ты же покупаешь себе там или айфон, или самсунг, да? Но ты берешь бренд, да? Вот ты хочешь получить, допустим, образование экономическое. Ты понимаешь, что это Гарвард или Кембридж, да? Вот ты хочешь быть актером, надо прекрасно осознавать, там, где ты отучишься, такой уровень у тебя и будет. А расскажи, пожалуйста, я все к этим молодежи, да, вот два года отказов. Я же представляю, ладно, нет, ну, видишь, в твоем случае ты все-таки туда приезжал, да? Слава, ну, можно сказать по-другому. Нет, как вот эти два года им прожить? То есть, что ты думал вот эти два года? Вот ты конкретно, например, да, как ты себя успокаивал? Нет, ну, видишь, как, я... Ты 365 раз нахрен послали, Серега, блин, ну, это много, блин. Нет, ну, это не каждый день же. Нет. Нет, Слава, ты понимаешь? Так за два года это через день. У меня же было, да, у меня же было как? У меня же было, то есть, я же не жил там, в Москве. Я уезжал, мне было очень тяжело, когда я возвращался. Я там, грубо говоря, ну, образно из душа несколько дней не вылазил. Так сколько по баблу, блин, только это, извини меня, дорогой аттракцион, туда надо уехать? Да, Слава, да. И больше того, до сих пор, то есть, ты меня спросишь, да, больших доходов в Москве у меня нет. То есть, я сейчас не в ноль, сейчас уже в плюс ушел, но если взять вообще все эти 8 лет, когда я езжу, да? Ну, ты еще кризис вот этот, я считаю. Вот если взять все 8 лет, я, может быть, в ноль сейчас вышел. Вот так вот. То есть, я сейчас заработал то, что тогда потратил на вот это все. Но мне было проще. То есть, я как бы сразу для себя определил, я хочу чего. Потому что мне тогда говорили, Серега, это не серьезно. Ну, ты дурак. Я говорю, а почему? Потому что ты хочешь, не уезжая, добиться чего-то там. Ну, и вкус есть, да? Да, да, да. Я говорю, ребят, это вполне реально. Я живу здесь. Ну, это нормально. А сейчас уже мы вообще живем уже одним государством. Да, кстати, вот проясни ситуацию. Ты все-таки где живешь? Я ничего не могу понять. Потому что вот сейчас вот на рынке сейчас что случилось? Да, да, да. Как вычеркнули, вот я как ивент-агентство, я знаю, да, что я честно позвонил два раза и услышал честный ответ. Я говорю, Славочка, тебя люблю, целую в носик, я твой песик, но я в Москве, блин. Точно так же сделали все остальные там. Я был так лаконичен, потому что у меня был роуминг, блин. Да, да, да. Но на самом деле, да, и причем агентство, даже мне их обвинять-то не в чем. Потому что они смотрят меня по телевизору, видят, блин, Серега, молодец, добился, чего хотел. Надо его вычеркнуть нахрен из записной книжки, и все, и он, да. Нет, так еще, Феня, а он, ты мне рассказывал, а я им говорю, ну я же здесь, меня вон в бинго показывают. Я говорю, Серег, да не смотрят те люди, которые тебя заказывают, они смотрят бинго, блин. А мне говорят, ну мы ли ставим, ты на бинго, потом ты на НТВ, ты на ОРТ, и ты на РЕН-ТВ. Ты где? Мы, блин, три канала видим в России, и один в этом. Чисто географически складывается, что ты три раза в Москве, один раз в Алма-Ате. Соответственно, значит, ты где-то. Ну так ты где? Ну, я живу в Алма-Ате, но я снимаюсь и работаю как гастарбайтер от искусства там. То есть, когда у меня там есть работа, я там. Но я всегда приеду, всегда все это сделаю, и у меня всегда работает мой алматинский телефон, чтобы клиент там или друзья не тратить. Короче, пускай звонит. Да, одна звонит. Все, вот это я хотел услышать. Молодежь, значит, пускай едет. Нет, молодежь пускай понимает, что когда тебе в 19, 20, 25. Нет, ты поделись, Серега, у тебя такой годик, 40-то есть? Да. Вот. Понимаешь, сколько в творчестве? 20 лет. 40. Ну ладно, 40, с садика еще. С детства творчества. Пропомню, с горшком-то вот это вот. Да. Первое слово, которое сказал, было Пушкин. Ну вот, хорошо, я же не против, Пушкин, так Пушкин. Ты это психиатр, скажешь. Вот. Что им делать? 20 лет в творчестве. Да дерзать надо, блядь. Дерзать, в хорошем смысле слова. Надо переть, пока ты молодой. А если играют пап с мамой в банк, иди работай. А ты понимаешь, мне тоже так же говорили? Ну да. Я закончил экономически сначала. Тоже, да? Да. Дал диплом, сказал, вот, можно в театрах. Это вам. Да. Но по тем временам я не мог уже тогда. У меня уже была семья, там, у меня был ребенок. Я поступил в Жургеновку, о чем не жалею, я отучился, отработал в театрах. До этого я работал в театрах. Я начал вообще в театрах работать с 19 лет. С 20 лет я начал работать на телевидении. С 25 лет я начал вести банкеты. То есть, как бы, вот такой у меня расклад. Я сейчас вот слышу, что мы что-то с тобой вот здесь, вот, касательно пожеланий вот этой молодежи, чуть-чуть не договариваем. Почему? Потому что я вот помню, я вот все время, знаешь, почему все время про эту молодежь-то ратую? Я помню себя молодым и помню, как мне было тяжело. Мне не тяжело было, что я был голодный. Мне не тяжело было, что я был холодный. Мне тяжело было, что никто на тот момент, не было тогда еще книг вот этих всяких, да, там, не было Киосаки, да, там, который четко объяснил, да, что если ты будешь работать по найму, то в твоей жизни, там, ну, не случится, там, ну, короче, 5% там по найму могут жить хорошо, все остальные, там, сочувствуешь. Ну, ладно, то есть, и я вот где-то этими чесноками, да, пытаюсь вот выяснить вот эту вот... Злака, ты, понимаешь, вот если бы я уехал 20 лет, да, я бы мог кануть, как многие, кто уехал, понимаешь? Я бы просто мог кануть и раствориться. Мне кажется, тоже вот, если в Москву, Москва растворит. Растворит, может быть, да? Тут еще растворит. А может и не растворит. Вот, то есть, понимаешь, это лотерея, это 50 на 50. Поэтому говорить, ты поезжай, ты все бросай. Случай с Москвой, по-моему, 10 на 90. Вообще, с любым этим. То есть, вот, допустим, да, есть актеры, которые, вот, есть актеры, которые, допустим, вместе, там, со мной, но они потом чухнули в Москву, они отучились, они сейчас работают в театрах, да, но я здесь, в театре, отыграл больше, чем они там. Потому что там уже еще конкуренция и так далее, и так далее. И они пришли все равно к тому, что, когда им открывается серьезное кино, они бросают театр, уходят и начинают работать в кино. Понимаешь? То есть, это вот такая штука. У меня есть друг, который учился со всеми, вот, кто там, вот, кто сейчас звезда, да? Ему не хватило там два-полтора года. Он говорит, я просто, я уже запарился жить в подвале, я не могу. Он уехал сюда, вернулся, а они выстрелили все. Чуть-чуть не дождался. Чуть-чуть не дождался. А может быть, он и не хотел выстреливать уже. Но он сейчас, как бы, он ушел в религию, он счастлив, да, там. Вот. Но просто сам факт того, что вот это непонятно. Вот человек, который меня притащил, допустим, в театр Лермонтов, это была очень известная актриса в Алмате, Алена Алексеевна Скрипко. Она говорит, вам, в смысле, не в театре Лермонтова, а вообще, вам надо в театре работать, ля-ля-ля, бросайте там свою экономику, да? У нее был период, когда она, ее пригласила Москва, она там поработала, то ли ее там перемололи, то ли ее там, но она вернулась чуть-чуть с подбитым крылом, чуть-чуть. Надломанная. Вот ты понимаешь, да? Поэтому вот, черт его знает, как сказать, или бог его знает, скорее всего, как сказать молодым, да? Да, ребята, просто помните о том, что вот если вам сейчас 20, да, вам больше никогда не будет 20. И вот ты абсолютно правильно сказал, тебе было пофигу, что ты голодал там, тебе было пофигу, что там дуло, да? А сейчас уже не пофигу, понимаешь? Если я сейчас начну голодать, блядь, у меня язва откроется, понимаешь? Уже нельзя, понимаешь? Если я буду сильно напрягаться, геморрой вылезет. А не, ну, Серега, спасибо, да. Вот, ты понимаешь, в том возрасте, да? Геморрой был у вас, в том возрасте. Вот, нет, ты понимаешь, сейчас ты, Серега, чего уже переживать, да, вот, и ты, ну, где ты, допустим, где я, да, вот, когда мы в руки микрофон вот берем, да, то есть я считаю, что, ну, ты просто там, я не знаю, на пару порядков круче, да, в этом. Но я даже с моим умением сегодняшним, да, ну, я свои там пятерочку, шестерочку, да, я просто пойду, я свадьбу, вот, в жизни их я не веду, да, ну, сильно станет все плохо, я возьму микрофон. Не, я люблю свадьбу. Ну, не, ну, ничего, да. Если без драки, хорошо. Ну, да, вот, понимаешь, у меня есть еще мой, как бы, такой ресурс, да, то есть все плохо, ну, вот, я могу там свадьбы привести, я не знаю, я могу рекламой заниматься. То есть у меня там 150 моих там каких-то там этих уже умений, да, там, за 20 лет там наработанных, да, и как-то я не боюсь. Ну, тут, поэтому мы голодными никак не получится, что мы останемся, то есть геморрой не откроется. То есть тебя вот так сильно заботят. Но тут вот встает вот эта дурацкая ситуация, что надо же что-то такого уже совершать. Не, ну, ты понимаешь, мне в этом плане проще, я ничего такого еще пока я не сделал в жизни. То есть у меня как бы... Ну, мне что-то госпремию не дают до сих пор, я не знаю, что-то они там не... Она очень небольшая, кстати. Да я не про деньги, так приятно. Да, чисто ради Ксивы. Ну вот. Очень небольшая. Она очень небольшая. То есть ты на банкетах больше делаешь. А я это, это что такое? Я к тому, что просто мне еще расти и расти. Я еще... Поэтому я в этом плане, наоборот, не удовлетворен. Потому что, если взять, допустим, такие величины, как, я не знаю, там, Хабенский, Безруков, они все уже младше меня. Или ровесники, да, слава. То есть, как бы, где они, где я? То есть мне еще там ползти, дай бог здоровья. Ну, так талант раздают, это ж, мне кажется, сверху, то есть... Ну, и что? Очень много талантливых людей закончили свою жизнь где-нибудь там в пьяном угаре, понимаешь? Талант и карьера – это разные вещи. То есть, безусловно, карьеру делает человек лучше, который талантлив, да? Но есть масса талантливых людей, которые ничего не делают, начинают бухать, или у них крышак едет, или еще что-то такое. И они заканчиваются. И в том числе и уже даже на моей жизни были люди, которые очень талантливые, просто там или спились, или канули, или что-то не так сделали. Ну, а вот в продолжение вот этой твоей идеи, вот смотри, на «Чесноке» у меня на сайте, кстати, рекламная пауза, надо читать «Слава, нервы» в Твиттере и ходить на «Чеснок Кезет». Надо им говорить это, потому что на всех случаях это не хуже. Нет, там прикольно. Вот, так нет, ну смотри, там 100, на сегодняшний день где-то 130 ведущих. Это причем только алматинский рынок. Там где-то 120 живых команд. Там под сотню артистов оригинального жанра. И они все, ну, де-факто, 96% из них абсолютно не растут. Вот по моим ощущениям. Понимаешь? То есть они не идут, они куда-то. Вот ты сейчас говоришь, я еду туда, я там расту, там расту. Ну, это просто глыба, да, какая-то по сравнению с тем, что там есть. А там просто люди сидят вот это цинично на свадебках, на корпоративщиках. Ну, почему? Я вот могу сказать по ведущим. У нас вот в моем цехе очень много достойных людей, которые вот именно выросли. Ну, давай, огласили список. Ну, я не хочу, потому что кого-то не назову. Но они все есть у тебя на «Чесноке». То есть это ребята, которые вот постепенно с опытом растут, 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 растут. Я ни о ком не могу сказать плохо. Вот это вот как раз эти 6 процентов. Их там много. Ну, видишь, Славка, смотря, смотря, что кому нужно. Вот это если люди, допустим, приходят тупо срубить бабки. Они это получают в конце концов. Они тупо рубят бабки. А есть, допустим, такие команды, которые рубят бабки. Вот, допустим, тот же Илья Саутов, да, который у тебя был. Они не просто рубят бабки, они зарабатывают деньги и тратят они не только на жратву. Не только, они же пишут свои песни, да, они сняли клип, который наделал очень много шума вот о войне. Вот очень хорошо выстрелили им, да. То есть ребята занимаются творчеством. А есть ребята, которые уже не хотят заниматься творчеством. Или не умеют заниматься творчеством. Им проще это. И все, понимаешь, уже написано. Это стопроцентно будет хорошо, да. А там ты выходить, это тоже, знаешь, это как вот, ну, я не знаю, вот спектакль, да. Ты там два месяца корячишься, вот реально корячишься, да. У тебя там что-то не идет. Когда репетируешь? Да, какой-то подход, какой-то что-то. Вот у меня, я не даю вот эту эмоцию. Режиссер на тебя, блин, ну, Серега, ну, соберись, ну, ты что такой лох, вот это надо так. И ты ходишь, мучаешься. И дома, блин, и еда тебе не еда. И улица тебе не улица. И все от меня отвалите, блин. У меня не получается вот эта фраза, да. Слушайте, я нормальный человек, он больной, какая фраза не получает. У меня все фразы получаются, да. Нет, у меня не получается, понимаешь, вот эта вот, там вот такая фраза, надо сказать, слава. А ты как говоришь? А я говорю, слава. Блядь, а в чем разница? Да, блядь, ну, есть разница. Вижу, все ровет там, знаешь, как бы. И ты потом раз спектакль, играешь, зритель говорит, говно какое, блин. О, какое говно, юху, ты не понимаешь? Не в смысле, что вот, ну, не получилось. А как ты этого добиваешься, вот мне интересно. Чего? Вот эти фразы вот эти рожаешь. Вообще, как вы роль вжиться? Это же вот, ну. Был такой великий русский человек Станиславский. Это мы в курсе. Вот, слава. Ты мне про Муссолини рассказал, что он есть вообще в целом, про Станиславского. Ну, ну, давай. Видишь, как я расширяю твой? Спасибо. Спасибо. Нет, факт в том, что он сказал о том, что у него есть целая методика о том, что нужно себя представлять этим человеком. Ну. И тогда у тебя все фразы будут. Когда у тебя представлялка должна работать. А как может мальчик в 20 лет представить вот это, ну, я не знаю. Несталантливый мальчик, он может представить. Или девочка, которая там, не знаю, рыдает. Или вот эти вот отрывки, которые там делают в 20 лет, когда там на смерть любимого человека. Да, они смерти-то не видели. Максимум, что сдохла эта рыбка в аквариуме, да. Это вот как бы, ну, они там рыдают, плачут. И видно, что это самое. То есть, слава богу, там живы родители, там бабушка, дедушка еще живы, да. Но именно талантливый человек этим и отличается от неталантливого в этой области. Что он может, равно как художник, может просто так взять круг нарисовать. А у нас есть мастера в театре, вот мне нравится это название, что там не какой-то там, ну, вот не наставник, там он называет мастером. Красиво, да, так. Но вот есть у нас такие люди, которые... Ну, вот у меня был мастер Андреасян, он у меня, так сказать, с первого курса, вот уже, когда я поступил второй, а потом он меня взял к себе в театр. Он сейчас рулит Лермонтовым. Он рулит Лермонтовым, больше того, когда я ушел из Лермонтова, он сказал, что... Братан. Че, братан? Обломишься, приходи. Да? То есть, теперь, если еще... То есть, двери как бы, дверьми я и не хлопнул, но я и ушел тоже без каких-то таких знаний. Не, ну, ты по жизни такой человек, Сергей, я вот не знаю, то есть, с тобой конфликтовать, это надо умудриться, если честно. Это надо настроиться, говорю. С тобой конфликтовать, надо настроиться. Настроиться. Не, ну вот, хорошо, Андреасян, а вообще, вот, ну, вот, есть пяток вот людей хотя бы, да, к которым вот я вот захочу завтра артистом, да, вдруг стать, к примеру. То есть, есть у нас мастера, ну, что я в Россию поеду? У нас есть живая легенда театра Юрия Борисовича Померанцева. Это тот самый артист, который снялся, помнишь, был такой фильм Шакина Айманова «Наш любимый доктор». Я считаю, правильно о них говорить, потому что, вот, если честно, это люди, вот они, они... Нет, мне, конечно, больно, когда говорят, он жив, я говорю, он не просто жив, он играет, блин, посмотрите. Сейчас уже никто так не играет. Он играет, у него расчет до кончика, он, это та школа, понимаешь, не просто там прошлый век, да, конец прошлого века. Это начало прошлого века. Он, тот человек, который приехал вместе с САЦ, которая вообще организовала здесь ТЮС, а ее из Москвы, когда она там, тетя, приехала, да, это удивительная тетка, родословная тетка. И он, как бы, оттуда, его надо смотреть, пока он, дай бог, ему здоровье жив, пока он работает. А дело в Лермонтово? Слушай, ты мне продал сегодня идею театра. Так вот, ты понимаешь, после нашей сегодняшней программы в Лермонтово вырастет касса. Вот спорим. Ну, почему вот этого не происходит? Почему нашим журналистам, да, ну... Да нет, Слав, пишут все. Да, ну, Слав, пишут, а все как хуни, не пишут, блин. Ну, потому что... Там пукнул кто-то, пернул кто-то, они о чем угодно пишут. Нет, ну, есть разные журналисты, понимаешь, самое простое написать о том, что кто-то пукал. Вот самый простой вопрос, который мне задают, да, сколько ты получаешь? Братан, сколько же ты получаешь? Ага, сука. Любовь, блин. Вот, то есть, вот как-то вот, да, сколько же ты получаешь? Сука, любовь. Сколько же ты, блин, если ты вот постоянно туда мотаешь? Это сколько, это значит, если так, это на лук пошло, иногда бывает, что все бабло туда уходит. Потому что ты абсолютно прав. Да я представляю, нет, ну, нифига эти гастроли, блин. Касарь на билеты, штукарь на неделю, на две, да? Жить. Жить, да. Ну, в смысле, ты какую-то модную квартиру, да, там снимаешь? Почему? Ты за Мкадыш? Нет, ну, я... Или в Мкадыш? Ну, теперь уже в ЗАП за Мкадыш. А? Я все-таки звезда Казахстана. Извините, да, я все-таки вот как-то кольцом. Я возле Кольцовича. Возле Кольцовича. Слушай, а вот эта вот интересная краска от тебя услышать, ты же такой глубокий, наблюдающий, вот заметь, как я тебе. Вот Москва, ну-ка, вот нарисуй мне Москву, вот твою вот эту вот. Муравейник. Живет, кто-то лапку сломал, не в счет, а поглубже, блядь. Да. Муравейник, блядь, а Муссолини, ну что такое, Погосян? Ты же весь Муравейник, глубокий, блядь. Да, я шума прикалываюсь, да, Муссолини, Муравейник. Да, да. Нет, Слава, нет, Слава, нет, метро, метро, Муссолини, Москва. Слава, видишь, просто как бы это, это не, это нельзя называть курортным городом, где ты идешь и тебе все рады, вот когда, в общем, ты вот, там вот. Ну, я помню, да, я был в Курорте. Я был в Курорте, да, и там это, о, бонжорно, там, заходите, пожрите, там, о, русу, русу, заходи, пожрите, недорого. Скидка, да, да, скидка, скидка, да. То есть, нет такого, не заходи, не жри, там, иди, беги, быстрее, вставайте с правой стороны, блин, да, закройте дверь с той стороны, но. Единая. Да, 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 но можно найти. Смотри, какая некрасивая картинка, а как там, патриарши, вот, там, пруды, кремы. Ты понимаешь, самое интересное для меня тоже было, для меня было открытием, что наши пруды в этом парке Горького, они больше патриарши. Больше чистых. Понимаешь, для меня это было, для меня это было, нет, не родина, это как раз дело не вроде, дело в квадратных, там, метрах, понимаешь, то есть это просто, ну, это просто такое место, которое мы, ну, мы, если мы, допустим, читаешь Чука и Гека, да, и там написано, что они жили в самом прекрасном городе на земле, в Москве. Или, допустим, там, друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве. Да, хорошо, потому что Чука и Гека это вспомнила. Потом Москве, это последняя книга, которую я прочитал, да, 35 лет назад, последняя книга, которую я прочитал. И это самое, и мы были зомбированы тем, что Москва это центр. И вот советский человек, да, вот сейчас, допустим, люди, которые там дают своим детям образование, вот сейчас новые казахи, там, новые русские, да, у них дети по-другому говорят, они говорят звук Биг Бена. Да, да, они в Лондоне. Они говорят Лондон, они говорят, блин, вот лучше Елисейских полей, нет ничего, это уже новая генерация. А мы совки, да? Кто-то мне недавно рассказывал, что Елисейские поля зассаны, Париж ужасно зассан. Вот прям, там прям писают, может быть, краску мне. Ульянов, Вася, рассказывал, что Париж, блин, просто воняет. Может быть, вполне, я не был там. Ну, времени, ничего. А потом меня гайморит, мне похер где. Да? Я сильно не ощущаю. Давай по Москве, вот хорошо. Но там есть люди, которые занимаются. А что ты там делаешь по вечерам, долгими зимними вечерами? Я же сижу в Алма-Ате, я слава. Рублю бабки на корпоративах. Я же на корпоративах. Например, сейчас я открыт для ценных предложений на Новый год. Я к тому, что... Поздно. Открылся? Нет, ничего страшного. 25-го. Ничего страшного. Я к тому, что там можно найти профессиональных людей, которые, понимаешь. Мужик, который там «Ёжик в тумане» снял, он жив, он работает, его можно найти. Понимаешь, мужик там, который там что-то тоже снял, его тоже можно найти. В профессиональном плане, да? То есть... В Бондарчуке ходят по улице. В Бондарчуке ходят, да. Михалкову. Ну, Михалкову ездят, и в Бондарчуке ездят. Смельнал, в принципе, да. То есть, как-то вот там вот это можно найти. Там это все есть. Мне понравилось, недавно кто-то сказал, что Москва идеальна для тех, кто хочет работать. Да, я согласен. Там 24 часа все открыто. Я согласен, да. Она не замолкает ни утро, ни ночью. Да, там дешевый интернет дешевле, чем у нас. Не вечером. То есть, кто хочет работать, да, то есть, она... Ну, у нас же тоже можно, Слава, в принципе. У нас тоже можно поожрать в 3 часа ночи, там. Можно. У нас есть интернет сейчас, благо, везде. В 6 утра можно пожрать. То есть, как бы, это все есть. Ну, просто вот, наверное, так сложилось. Я вот много от людей слышал, что Алмата, именно от тех людей, вот, кто поездили, да, то есть, Алмата это замечательный, просто рок-н-ролльно комфортный для проживания в городе. Абсолютно. Так кайфно, у нас нет толком пробежников никаких, никаких. У нас, вон, тут горы, хошь те реки, хошь те степи, вообще, хошь леса, хошь поля. Нет ветра. Ветра нет, да. То есть, ты можешь сидеть в кафе, да. Вообще, такой город, я Алмату очень люблю. Я согласен, да. Поэтому я отсюда и не уезжаю, потому что мне здесь, допустим, гораздо комфортнее, а где я работаю, это, как бы, уже мои проблемы. Кто-то из Китая мебель возит, понимаешь, а я в Москве снимаюсь. То есть, как бы, и, в принципе, это даже не есть вот суперкруто, да, это не есть, то есть, я не круче того чувака, который там мебель из Китая возит, в принципе, да, он там работает, ему там мебель проще брать. А мне, как это не печально звучит, проще в Москве сниматься в кино. А вот странно, да, ты же вот у нас в Казахстане ни в одной картине... Ну, снялся, но не сильно. Не сильно. Да. Не зовут, в смысле, они или еще? Не, не зовут. Денег не хватает уже, твой московский праздник. Я много не беру, вот я тебе серьезно говорю. Сейчас мы договорились с Игорем Песускуновым, я у него снимаюсь в новеллах к 20-летию независимости, он очень интересный проект снимает, 20 новелл будет, да, о Балмате, о Казахстане, там, о людях, да. Я много не беру с кино, понимаешь, потому что я это люблю, тем более знаю Игоря, и мы именно с ним вместе будем кайфовать там, а не рубить бабло, да, то есть как бы это разные вещи. И если мы говорим, допустим, вот если будем говорить о кино, потому что вот мы там, когда с тобой сидели, ты говоришь, почему же у нас этого нет? Слава, у нас нет рынка, у нас кино держится даже из тех гостей, которые у тебя были, да, Жантик, снял фильм. Дай бог вообще, чтобы этот фильм люди смотрели, да, дай бог, чтобы он окупился, хотя я так догадываюсь, что он не окупится. Не окупился. Почему Жантик снял фильм? Потому что он энтузиаст, он взял и решил, блин, я хочу, вот у меня было такое, я хочу снять фильм. Или Баянка и Сентайл, да. Она вертится в этом мире, это прикольно, я хочу про это снять. Ну, кстати, у Баянки-то стрельного фильма, первый. Дай бог, это хорошо. Ну, это такое, вот я не слышал, Сань, второй, стрельба. Слава богу. Но это, слава богу. Говорят, что второй тоже вроде ничего. Но это такая штука, знаешь, типа того, что, знаешь, держится на энтузиазме. Это плохо. Это не по капиталистическим законам рынка. Не как бизнес. Почему американцы снимают фильмы? Потому что это заработок. Они знают, что они 10 миллионов вложат. И они соберут 50 миллионов. Понимаешь? Поэтому им не в ЗАП вкладывать 10 миллионов. И 100 миллионов им не в ЗАП вкладывать. Они по всему миру сделают премьеру и соберут 200 миллионов. Почему это, допустим, тяжеловато идет в России, но идет? Ну, вот я слышал, Безруков, он угорел недавно на сказке. Эта сказка не собрала. То есть он 5 миллионов, говорят, не вон, а вложил свои деньги. Вложил деньги свои. И я увидел, как он бедный переживает из-за того, что в интернете это все появляется. Я на себе понял, что это такое фильм в интернете. Это когда ты мучаешься, ведь он же не просто взял и снял фильм. Он несколько лет вынашивал эту идею. Он занимал у всех денег. Он играл сам там за копейки. Его жена, он собрал всех кентов. Режиссером был Андрей Мармонтов, который, кстати, тоже алматинец. Он, собственно говоря, Андрей меня и подтянул на эту роль. И все, когда играли, и все хотели, конечно, чтобы люди посмотрели, но все же не должны были остаться без штанов. А без штанов остался без рук. Потому что он всем заплатил деньги, никого не обидел. Но в интернете появилось, и народ перестал ходить в кинотеатры. Все, у фильма сразу и кинокомпании чекушли. Поэтому вот если брать Казахстан, у нас это должно быть записано на законодательном уровне, что в кинотеатрах должно быть всегда время, и это должен быть жесткий закон, в котором крутят казахстанские фильмы. Понимаешь? Потому что тебе, как продавцу фильма... Да, тебе пофигу. Че лучше продается, то лучше. И когда у тебя берут интервью, ты говоришь, блин, Мену Нутану Казахстан, я патриот. Потом тебе говорят, возьми аватар за штуку, или какой-нибудь остров возрождения, Рустика Абдрашева, за две штуки. Нафиг мне платить две штуки, блин. Я лучше за штуку возьму аватар. Блин, конкретно окупится, понимаешь? И ты вот эту торговую вещь, ты не перебьешь никаким патриотизмом, никаким этим самым, да? В результате наши производители остаются всегда в заднице. Когда они остаются в заднице, прости, фильмы могут снимать только энтузиасты, типа Жантика, типа Баян Сынтай. В заднице в нашей программе, Серега, это приличная основа. Ну да, да. Я сравниваю со всеми остальными. Да я литератор просто. Ну я понял. Не, ну правильно, то есть, получается, вот, всем же дают сейчас там по полляма на кино, да? То есть, это законодательно как-то уже там затвердилось, да? Что развираем кинематограф, всем даем там полмиллиона, ну, молодым там... Не, не всем, ладно. Ну, ладно, всем, не всем, мы сейчас сильно залазить не будем, да? То есть... Там такая очередь за этими поллямами. Не, ну так тогда, правда, логично бы затвердили еще, да, что в прокате... Потому что мы прозрали кинотеатры. Мы упустили возможность, когда это было... У нас был самый лучший прокат в Советском Союзе, ни одного частного кинотеатра. Любой фильм, любой ЭГ можно брать. Тарковский окупался, Сокуров окупал. Его как прогонят по всему Союзу, да, там прибыль была немереная просто. Ну все по разу, что сходят, там понравилось, не понравилось. Никогда они плюнут, скажут, тьфу, ну все, деньги-то уплачены, понимаешь? А сейчас это все не принадлежит государству. И на самом деле, когда мы говорим, почему наше кино, блин, вот не дойдет до зрителя. Да потому что это нафиг не надо тем, кто за это отвечает. Им нафиг это не надо. Потому что нет такого закона, понимаешь? Вот мы же приняли закон о том, что вещание должно проходить на казахском языке и на русском языке. Все. Все люди поставлены в одинаковые условия, все каналы сейчас это соблюдают. Но примите такой же закон про кино. Потому что люди, которые снимают, они априори ставят себя в идиотское положение. Ладно, там жантик перебьется, он с другого насобирает деньги. Ну и то. Баянка с другого. Кто-то еще с другого. Или какой-то бизнесмен, которому пофигу. Он все равно считает, что эти полляма это брошенные бабки. Он говорит, это чисто на имидж, как заколка для галстука. Нафиг нужно. Ему не жалко. Да, да, да. И вот когда такие условия стоят, тогда, конечно, кино будет хромое. Слепое, косое и глухое. Хотя и даже в этом появляются какие-то вещи, которые являются, я считаю, шедеврами. Да, я считаю, вот у нас есть такой фильм «Келин», да. Это шедевр в последнее время, вот из того, что было сделано. Или «Тюльпан». Да, вот это два казахстанских фильма. Один просто красивый, на него приятно любоваться. А другой настолько оригинальный, что он, так сказать… «Келин» и «Тюльпан». «Келин» и «Тюльпан». Вот это два фильма, которые, я считаю, вот сейчас являются нашей карточкой. Надо посмотреть. Ой, как тебя много, Погосян. Я, знаешь, я ж это… Если честно, я обычно такое на интервью собранное. Я сейчас вот чувствую, меня, знаешь, вот так разнесло всего тут по комнате. И ты сказал мне, что меня много. Я помню эту фразу, да тебе много, ты на радио, на телевидении, но мне нужны были бабки. Вот хочу попросить прощения у всех, кого я там замучил с порошками, с матрасами. Но, ребята, реально нужны были бабки. Вы теперь знаете на что? Почему? Ни на наркоту, ни на бухло, ни на золотые там… Ни на особняк, да. Ни на особняк, да, да. То есть мне нужны были бабки, чтобы туда ездить. Потому что вот билет туда-обратно стоит полштуки баксов. Вот как ни крути. Это сейчас дороже, по-моему. По-моему, Касарь в Москву нет? Сколько? Нет, ну, 500 баксов. Всего-то? Туда-обратно? Нет, ну, чуть больше. Нет, два. Туда-обратно. Ну, я, ты что, у меня уже серебряная карточка «Ээростаны». Ты уже налетал. Я летаю только «Ээростаной». Я налетал, да, север, там особо летать-то больше нечем. Почему «Трансайра» есть? А, вот так вот, да? Интересно. Ну, с Ивкиной, с Ивкиной мы это… Ивкиной привет, «Ээростана форэвэр». Нет, «Ээростана форэвэр». Серега, я тебя могу познакомить с девушкой значительно. Твои полеты удешевляться. Да, я познакомь меня с Ивкиной. Ты часто говори «Настя Ивкина, Анастя Ивкина». Да? Да. Она говорит «Часто «Настя Ивкина» и «Ээростана». И со временем полеты станут еще дешевле. Нет, я уже серебряный владелец. Да, там это ничего не надо. Там это так будет работать. Просто говоришь «Настя Ивкина, Ээростана». Хэштег «Настя Ивкина». То есть вот все время часто в интервью добавляю «Эростана, Анастя Ивкина» и у тебя со временем… То есть это такая мантра и ты просто улетишь. Нет, серьезно. Да, ты в интернете в нашем, в казахстанском пока не очень… На 588-й мантре ты уже окажешься в Москве. Да, да. О, да ну нафиг, слабо. Да, да, да. Слава, а как обратно? Обратно, старик, извините. Да-да, нет, обратно говори «Алишер» или «Гбаев». Хорошо. Обратно прилетишь. Хорошо. Вот, без вопросов, вот прям работает. Хорошо. Вот. Серег, я знаешь, я тебя хотел поблагодарить вообще за то, что ты… А, пункт первый. За то, что ты есть. Это первое. То есть потому что не только сегодня мне, вот я сейчас перехожу на какой-то патетический хабаровский тон, да, то есть, но тем не менее, то есть ты правда, что уж греха таить, многим людям ты даешь хорошее настроение, да, и я тебя очень люблю, уважаю, ты знаешь. Другой вопрос, я тебе хочу пожелать, пускай вот эта вот звезда, за которой идет по гасям, она как можно больше и дольше не гаснет, потому что вот идти, знаешь, вот к своей звезде и вот так, как это у тебя происходит, находить для этого силы, понимаешь, мужские поступки совершать, бросать там, где-то отказываться от сладкого пирожка, блин, не бздеть, погрузиться, да, все-таки вот в эту неустроенность, блин, в эти перелеты. Ну, честно, блин, это такое, блин, я же знаю, гастроли, что такое, да, то есть, но что-то светит же, зачем ты идешь, и вот дай бог пускай светит, Сереженька, то есть я касательно то, что вот, я не знаю, мы сегодня сказали, об этом нет, считаю, что прояснили, что ты у нас в Алма-Ате, вот, что ты... Я на телефоне. Да, на телефоне. Телефон на чесноке. Да, я телефон на чесноке, да, точка KZ, читаем славу не рушь, твиттер, вот, что там, мама, привет, вот, этот. Давай, Серег, ты нас радуй, вот, тебе спасибо, что... Ты быстро прилетел время, слава, как он вообще. Что пришел, да, там уже, по-моему, полтора часа быстро прилетело, вот, погружайся в интернет, и я думаю, когда Погасян чуть-чуть посильнее зайдет в интернет, интернет это только выиграет, потому что очень мало контента создавателей, вот, кто может там, наверное, в том же твиттере, да, что-нибудь интересное написать, а у тебя это все есть, я говорю, просто ты это не пользуешься, ну, знаешь, это вот, как я тебе тогда говорил, меня бесплатно научили, вот, и я тебя бесплатно... Ну, меня Славка, вот, в твиттер, я зарегистрировался, все, ну, у меня пока вот этот мой... А как называется там, Погасян? Ну, естественно, да. Сергей Погасян или... Серк Погасян. Серк? Да, да. Вот, рекомендуем, подписывайтесь, господа, как Серк. Серк Погасян. Ну, короче, а там можно найти в твиттере? Кого? Ну, вот там есть поиск, да. Конечно, конечно. А я там искал Слава Неруш, там нет? Ну, как, что-то... Да? А я, потому что я как зарегистрировался, я хотел там отчитаться. Да. Мы с тобой когда встретились, я на следующий день уже... Естественно, Серег, я сам-то не до такой степени, чтобы вот это, да, то есть я... Ну, короче, мы тебя научим потом. Ну, я есть ВКонтакте, кстати. Вот, ну, там можно и тебе. Ну, ты понимаешь, Славка, вот я тебе объясню. Я почему туда пошел, я, наверное, в Фейсбук пойду, да, еще. Ну, вот ВКонтакте я пошел, потому что туда можно прилепить мое видео. Я туда все свое... Так везде можно видео прилепить. Все свое видео. Может, в твиттер твое видео прилепить, можно в Фейсбук прилепить. У тебя лох. Ну, блин, ну вот на том, что я лох не хотелось бы закончить. Нет. Давай, Серег, что ты обладатель государственной премии Республика Казахстан, вот, ты один из мощнейших, сильнейших артистов сегодняшнего времени, да, что ты один из самых топовых ведущих на ивент рынке страны. Просто глубоко умный, уважаемый, порядочный, очень интеллигентный человек пребудет с тобой силой себе. Спасибо, спасибо. Вот лучше же, чем лох. Аминь. Спасибо за то, что вы это все смотрели, слушали. Я, ну, правда, мне очень приятно, что я имею возможность вот так вот через интернет, без купюр, и называя вещи своими именами, общаться. И как бы, Славка, в этом твоя заслуга. Прости за Алла Верды. Удачи. Пока. Вижу. Вижу. Продолжение следует...